Вы смотрите новости Запада Башкирии. Лениза Шакирова рассказала ребятам о традициях, обычаях и предметах русского быта. А по завершению праздника всех детей угостили блинами. Волонтеры Довлеканова проведут акцию «Вам любимые» и ее приурочили к Международному женскому дню. Волонтеры посетят больницу и подарят открытки пациентам и сотрудникам учреждения. Организаторы акции хотят, чтобы сотрудники и те пациенты, которые на 8 марта будут находиться в больнице, получили частичку тепла и добра от самых младших учеников лицея-интерната города. Ребята с 5 по 7 класс с большой радостью решили принять участие и сделали много открыток своими руками. 5 марта в Бешбуляке прошел бал маленьких принцесс. Его организовали для девочек с ограниченными возможностями. Дети посетили визажиста, сделали прическу парикмахера, а затем пришли на фотозону. В актовом зале герои из мультфильма «Мадагаскар» показали представление «Побег из зоопарка». А ведущие мероприятия «Фея» провели среди принцесс конкурс. По его итогам каждой девочке присвоили титулы «Мисс Грация», «Мисс Совершенство», «Мисс Очарование» и другие. Закончился бал исполнением веселого танца и вручением подарков. Также каждая участница получила тюльпаны и поздравительную открытку от главы администрации. Регистрация Юные экологи не ждут наград. Нет в экологии у нас преград. Под таким девизом в 4-й школе Кондров прошел экологический квест «Эта земля твоя и моя». Соревновались в знаниях экологии между собой школьники с 5 по 7 классы. Ребята с большим энтузиазмом и азартом проходили все станции и узнали много интересных фактов. По итогам первое место взяла команда 5 класса «Природный парк». Второе – у команды 6 класса «Кондрикулевцы». Третьего удостоились семиклассники из команды «Экологи». Для детей из дома-интерната Серафимовского провели экскурсию в Доме детского творчества «Юный техник». Она состоялась в рамках реализации дополнительно общеразвивающей программы «Мастерилка». Педагоги показали ребятам творческие работы воспитанников, юного техника и рассказали о видах, направлениях и различных техниках творчества. С большим интересом юные экскурсанты рассматривали рисунки, поделки и слушали педагогов. Большой интерес у ребят вызвал кабинет картинга, где каждому захотелось почувствовать себя в роли автогонщика. После экскурсии сотрудники Дома творчества провели с детьми два мастер-класса. Ребята изготовили своими руками чесночное панно и весенние цветы. 4 марта Башкирский народный театр «Яткар» в Центральном дворце культуры порадовал зрителей Киргиз-Мияков новым представлением. Премьера спектакля по пьесе Владимира Гуркина состоялась в местном Центральном дворце культуры. Сюжет разворачивается в маленьком поселке, где по соседству живут две семейные пары. Устав от однообразной жизни, соседки решили ввязаться в авантюр и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь. К слову, 4 марта начальник отдела культуры передал штандарт фестиваля марафона любительских театров по Миякинскому району Сатыевскому дворцу культуры. Там 8 марта пройдет показ спектакля по пьесе Данила Салихова. Для зрителей выступит любительский театр «Хазина». Начало в 19 часов. Для сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова